Бизнес – дело непростое, особенно для тех, кто пытается заработать в Украине. Предприниматели из Прикарпатия, которые занимаются остановкой индивидуального отопления, сообщают о давлении местной власти и уголовном преследовании фискалов. Подробности выясняли наши журналисты. Предприниматель Богдан Пашко – один из первопроходцев в Прикарпатии в сфере тепловой энергетики. Он специализируется на альтернативных видах топлива. Пашко выиграл тендер и отапливает дровами три школы. Утверждает, такой бизнес требует существенных капиталовложений. Эту школу в поселке Абертин Богдан обслуживает уже 4 года. Но вот рассчитываться с ним за предоставленные услуги областные чиновники не спешат. Только по данному объекту ему должны почти 1 миллион гривен. Но долги – не единственная проблема, утверждает мужчина. Недавно ко всему добавилось еще и уголовное преследование. Буквально на днях у предпринимателя провели обыск. Основные обвинения нет всех разрешительных документов. Подозревают и в присвоении бюджетных средств. Правда, сумму убытков в прокуратуре не называют. Даже без одного документа предприниматели не смогли бы работать, уверяют в Тлумацком районном отделе образования. Ведь все проходит через систему Прозора. Что-то украсть тоже непросто. Теплощетчик фиксирует. Богдан Пашко не единственный, кем уже заинтересовались следователи. В их поле зрения попали еще 5 предпринимателей. В ассоциации производителей тепловой энергии предполагают, что таким образом просто хотят списать долги. Ведь область должна им десятки миллионов. У меня особенно вражение, что есть какое-то желание снищить эту галузь. Можливо, они не целоспрямованы и нищат, но в них достаточно непогано выходит. Потому что на данном этапе много людей готовы продавать свой бизнес. Откуда такое пристальное внимание к предпринимателям и планируют ли в области погашать долги, пока непонятно. Мы обратились за комментарием к чиновникам Ивана Франковской облгосадминистрации. Но прошла почти неделя, а ответа нам так никто и не дал.